Александр Великанов погиб в 87-м году в Афганистане. Андрей Урусов в 2000-м в Чечне. Совершенно разные люди, объединила которых учеба в профессиональном педагогическом колледже, интерес к спорту и немирное время. Сестра Урусова рассказывает, Андрей всегда считал армию школой для мужчин. Отслужил в Казани, и вот в Тараччевске они с Кировским огоном поехали в Чечню. Это был штурм Грозного. Он погиб 20 января. То есть несколько дней как раз был штурм. Самые такие дни были. У сестры Андрея осталось четыре письма из Чечни. Это вся память о родном брате и его военной истории для семьи. Музей колледжа от жизни Александра Великанова и Андрея Урусова можно узнать из фотографий. Книга по истории в школах на четырех страницах написана о Великой Отечественной войне. А про Афганистан вообще одной строкой. Это неправильно. Наша задача сегодня ребятам довести о том, как было и что было на самом деле. Пока мы живы, жива память. Николай Лазарев считает, не будет такой поддержки. Рассказов о тех, кто не вернулся, история просто уйдет в песок. Ежегодно по России, включая Ульяновскую область, 15 февраля проходит митинг-реквием, посвященный дню, когда на чужой территории перестали гибнуть наши бойцы. Анжела Забашта, Иван Демидов, репортер 73.